Здравствуйте, дорогие друзья! Добрый вечер, наши любимые подписчики! Мы приветствуем вас в прямом эфире Московского Дома Книги. Меня зовут Диля, я ведущая сегодняшней онлайн-встречи. У нас в гостях доктор наук, профессор, автор уникальной методики по лечению позвоночника Сергей Бубновский. Я приглашаю его в эфир. Сегодня мы с Сергеем Михайловичем поговорим про то, как в период самоизоляции укрепить иммунитет и какие упражнения лучше всего делать дома. Ну а также обсудим новую книжную новинку «Офис без риска для здоровья». Вы найдете в этой книге упражнения, которые могут помочь тем, кто работает на удаленке или тот, кто работает в офисе. В домашних условиях можно будет в рамках одной комнаты делать эти упражнения. Сегодня мы все это обсудим. Пожалуйста, задавайте вопросы, не стесняйтесь. Здравствуйте! Здравствуйте! Очень рада видеть вас на встрече, на прямом эфире. Приветствуем всех, кто к нам присоединяется. Дорогие друзья, мы сегодня обсуждаем замечательную новую книгу «Офис без риска для здоровья». Книжная новинка, которая вышла буквально совсем недавно. И, кстати, она продается в нашем книжном магазине Московского дома книги. Работает интернет-магазин. Заходите, пожалуйста, в ссылочке, в шапке нашего профиля есть ссылка. 15-процентная скидка. И не только эта книга, но еще много других ваших книг. Они потрясающие. Спасибо, спасибо. Как проходит ваша самоизоляция? Изменилась ли жизнь? Ну, конечно, жизнь изменилась. Намного меньше стало больных, потому что они боятся выйти из дома. Возможно, правильно делают. Но я, как вел свой образ жизни, посвященный, кстати, сохранению и тренировке иммунной системы, иммунитета, так этим и занимаюсь. Поэтому мне не скучно, работы много. Занимаюсь новой книгой, которую порадую как-нибудь, если кто сможет порадоваться и считать, для того, чтобы укрепить нашу иммунную систему. Много расскажу в ней. И, конечно, работа с острыми больными продолжается. Их всегда много. Сергей Михайлович, скажите, пожалуйста, как укрепить иммунитет? Вот сейчас такой особо важный период, что нам никому нельзя болеть. Нужно быть здоровыми. Кстати, здоровые-то и не болеют как раз. Обратите внимание, что болеют больные люди, которые не готовы к вирусной атаке. Которая возникает ежегодно, иногда по два раза в год. И это всегда опасно для людей, которые ослаблены физически, иммунологически. Что такое иммунитет? Что такое иммунная система? Эта система нам дана изначально, от рождения. И иммунная система выражается в лимфатических путях, в лимфатической ткани. Ну, это, я думаю, все слышали. От тимуса до лимфатических узлов, находящихся по всему телу. Так вот, лимфа, по которой бежит лимфа, лимфатические сосуды лежат рядом с кровеносными сосудами и с нервными тканями. И они все находятся внутри мышц, эти анатомические ткани. И чтобы иммунитет работал, защищал наш организм от патогенных микроорганизмов, лимфа, так же как кровь, должна находиться в постоянном движении. То есть лимфоциты, это клетки, которые выявляют вражеских агентов в нашем организме, если они будут не двигаться, то не будет защиты. Они, конечно, двигаются пассивно. Мы все-таки дышим, мы все-таки как-то передвигаемся. Но для того, чтобы иммунная система тренировалась, необходимо, конечно, активизировать именно как непарадоксально мышечную ткань, а мышцы крепятся к позвоночнику и к костям трубчатым, в которых находится красный костный мозг. Так вот, когда человек делает упражнения, у него в кровь всегда выбрасываются свежие эритроциты, необходимые также для окисительных реакций, поставляющих кислород в наш организм, и молодые лимфоциты. То есть упражнения способствуют тренировке иммунитета. Чем лучше и больше вы делаете упражнений, тем больше образуется молодых лимфоцитов, потому что все эти клетки нашего организма, эритроциты, лейкоциты, они имеют свой срок действия, там, 3-4 дня, потом они заменяются. И вот если человек мало двигается, у него происходит плохая замена. У него много больных, старых лимфоцитов, которые снижают иммунный ответ. И поэтому вот для того, чтобы у нас иммунная система хорошая работа, наш иммунитет, необходимо ее тренировать, так же, как мышцы, так же, как дыхание, как ни парадоксально. То есть нет препаратов, укрепляющих иммунную систему. Хотя продаются иммунопротекторы, но это, конечно, все для... находится на уровне плацебо. Ну, принимаешь, вроде думаешь, что защищает. На самом деле иммунитет не защищается таблетками. Нет таких таблеток. Так же, как нет таблеток от вируса. От вируса есть одна таблетка. Наши лимфоциты, пагоциты, макрофаги. Это все было открыто еще как раз Мечником в конце позапрошлого века, в начале 20 века, когда, если помните, были и Кох, он открыл вакцину от туберкулеза, и был Пастер, и был Мечников, наш великий физиолог, патофизиолог, он же микробиолог, он же иммунолог, которые сказали, доказали, что в организме есть клетки, защищая нас от посторонних вирусов. Если бы не было этих лимфатических клеток, лимфоцитов, мы бы, конечно, от любого тихо, от любой простуды погибали, но мы не погибаем. И вот как раз сейчас очень четко видно, что молодые здоровые люди, ну, как-то так вот обходятся без тяжелых последствий, в отличие от пожилых людей, у которых слабые мышцы, значит, слабый кровоток, значит, слабый лимфоток, значит, слабая иммунная защита. И любой микроорганизм, патогены, попавший в кровь такому человеку, вызывает воспалительные реакции, которые не имеют внутренней защиты. Поэтому, конечно, я считаю, что прежде всего надо изолировать вот этих тяжелых больных, которым нужна помощь, нужны все эти аппараты искусственной вентиляции, а все-таки в будущем надо будет думать о том, чтобы быть готовым к очередной атаке вируса, и для этого надо готовить население, тренировать его и физически, и психологически. Спасибо большое, у нас поступают вопросы, дорогие друзья. Спасибо за вашу активность. Если болит поясница для этого, что лучше делать, спрашивают у нас зрители. На самом деле самая распространенная боль, болезнь у человека, это как раз остеохондроз, который проявляется болями в шейном отделе, боли в поясничном отделе и часто в грудном отделе. Сейчас это еще оформлено в виде так называемых грыж позвоночника. Но грыжа – это тот же остеохондроз, только в разной стадии его старения. Остеохондроз позвоночник так же стареет, как и наше все тело, морщины, себе и волосы, выпадение волос – это все старение. И поэтому, если ты не хочешь стареть плохо, то защищай свой позвоночник. А позвоночник защищается именно упражнениями для мышц. В данном случае вы спрашиваете про поясницу, поясничного отдела. Но я сейчас нахожусь с вами в виртуальном пространстве, поэтому не могу показывать упражнения. Они все в моих книгах, которые в вашем магазине великолепном издаются, можно купить. Называется книжка, самая простая, это «Остеохондроз. Не приговор», где я написал, какие упражнения надо делать при шейном, грудном и поясничном остеохондрозе. С грыжами, соответственно. В двух словах, понимаете, я не могу дать совет, делая, допустим, приседания или наклоны, или еще, не посмотрев башни, проведя диагностику. Поэтому в книге всегда я пишу показания и противопоказания. Я думаю, что само по себе упражнение не лечит. К сожалению, сейчас интернет перенасыщен советами разного рода спортсменов и физкультурников, которые советуют те или иные упражнения про разных формах остеохондроза. Я бы не хотел, чтобы слепо доверялись этим упражнениям, потому что у нас есть такой девиз – «Правильное упражнение лечит, неправильное калечит». Можно сделать упражнение, усугубить свое состояние. И это касается в первую очередь людей, физически запущенных, пожилых людей, дотренированных людей, которые никогда не делали никакую гимнастику. Ну, живут и живут все, понимаешь, хлеб жуют, дышат. А на самом деле здоровье – это постоянный труд. И вот я пойму человека, который дает совет по интернету при той или иной патологии. А поймет ли другой собеседник или зритель – это вопрос очень сложный. Но самое простое, при ваших острых болях поясницы, я говорю, самое простое, когда острая спина, ты не можешь… Вот опустись на пол, встань на четвереньки и начинай ходить, передвигаться на четвереньках по всей квартире, по комнате. Заодно плентуса протрешь, уберешь игрушки с под кровати, какой-то порядок наведешь. Потому что если захочешь кушать, ложись, стой на коленях, на табурет, ну, какой-то там пуфик, почисти картошку, поруби салат, сделай еду вот так же. То есть не надо выпрямляться при острой боли в спине. И надо по возможности двигать конечнистями, чтобы разогнать кровь и убрать то самое воспаление, которое есть в пояснице. Это понятно упражнение, да? Да. Естественно, при острой боли у меня некоторые больные ходят по 20 минут. На коленники надо надеть, чтобы не стереть кожу с коленей. Может быть, перчатки надеть, чтобы не было грязи на руках лишней. Сейчас как раз грязью борьба идет активная. А второе упражнение, когда у вас боль уйдет, она обязательно, острая боль уйдет, остается хроническая боль. Уже перевернуться, лечь на спину, согнуть ноги в коленях, руками, ладонями обхватить свои уши и постараться на выдохе доставать медленно локтями и коленей. Это понятно, да? При этом растягивается позвоночник по всей длине и уходит, исчезает боль в поясничном отделе. Это понятно, да? Да. В этой же позиции можно лежа, уже когда устанешь делать это упражнение, оно упражнение на пресс, на мышцы брюшного пресса, можно поднимать, опускать таз, такой полумостик. На выдохе. Выдох снижает внутрибрюшное давление. Это надо понимать. И таким образом, если вы будете ползать, делать упражнения для позвоночника, для брюшного пресса, вот эти три упражнения, то, уверяю вас, за час боли резко снизятся, и вы можете приступить к бытовой работе. А потом приходите в центр Бугновского, мы работаем с острой болью, сейчас больные к нам приходят. Спасибо огромное за ответ. В ответ возник вопрос. Скажите, пожалуйста, вот вы часто занимаетесь спортом ежедневно, даже не один раз, а по несколько раз на дню. Да. Как вы относитесь к йоге? Положительно. А что плохого в йоге? Просто йога, я йогу изучаю, между прочим. Я изучаю все виды физических упражнений, гимнастик, восточных в первую очередь. Я занимаюсь, я изучаю больше 30 лет. И начинал где-то с йоги. Но я сам не гибкий, я деревянный. Так сказать, мне многие упражнения йоги не подвластны. Ну, всякого рода, лотосы и так далее. Йога, это система все-таки профилактическая. Вот чтобы не болела спина, чтобы у тебя работали суставы, занимайся всю жизнь йогой. Хатта йога, имеется в виду. Там, правда, у меня много вопросов к дыханию, про наям. Много вопросов. Но это вопрос мы решаем тоже. Кстати, та дыхательная гимнастика, диафрагмальная, которую мы используем, я частично, мне частично подсказала про наям. Правда, не по ней полностью. И поэтому йога, она хороша для, вот ты проснулась, приняла холодную ванну или душ, что-то обязательно усвоит. И после этого, растеревшись с полотенцем, поделать упражнение на йогу. Йога сидя, йога лежа, йога стоя, на стуле, она ведь универсальная гимнастика. Начиная с суставов ног, потом с позвоночником. Но есть, кстати, силовая йога, которую я практически не встречаю. Вот я смотрю, те программы, которые есть, она очень-очень сильная, очень жесткая. Есть лечебная йога, действительно, есть много этих осан, которые при правильном исполнении могут снимать какие-то боли в той же спине. Вот надо быть физически готовым. И есть даже боевая йога. Но это малоизвестно. И поэтому к хатха-йоге я отношусь очень хорошо. И у меня в программе есть так называемая партерная гимнастика. Гимнастика на полу. Без прыжков. Не исключая положение стоя. Так вот, в этой партерной гимнастике очень много упражнений из хатха-йоги. Она открыта, почему ей не воспользуются. Самые простые растяжки. Йога все-таки для меня это все-таки стрессинг, это растяжка. Это я упускаю медитацию, но нет времени на медитацию. Минут пять можно позволить себе. Но в целом есть хатха-йога. Я уважаю очень Ушу или Тайзи Цуань китайская гимнастика. Я был в Китае и видел, как там пожилые люди все делают тайчи где-то там в парках целыми группами. Меня это восхищает всегда. Лет по сто с лишним вот они что-то делают в гимнастике. То есть они сохраняют жизнь суставов. Поэтому йога прежде всего это, конечно, жизнь суставов и прежде всего суставов нижних конечностей и поясничного отдела подгоночек. Спасибо за ответ. Сколько рекомендуете раз в неделю заниматься спортом по вашей методике? Тоже каждый день? Или там по два раза в день? Или все-таки новичкам можно чуть-чуть сбавить обороты? Ну, вы знаете, спасибо за вопрос. Хороший вопрос. Я если бы у меня была такая возможность, я бы занимался и три раза в день. Только это не спорт. Спорт это результат соревнований. Это все-таки физкультура, физическая культура. Мне это слово больше нравится. Физическая культура. Я физкультурник. Я занимаюсь оздоровительной гимнастикой, оздоровительным упражнением. У меня две программы. Это программа водная, много акцента с водой, души, холодные, ванны, контрастные, сауна терапия, бальна терапия. Короче, это уважаю, по два-три раза в день делаю. Упражнения на тренажерах, конечно. И есть масса упражнений без тренажеров, но с ручными тренажерами. Всякие ролики, эспандеры. Я это все часто показываю. Это пользуется популярностью. Но скажу просто один принцип. Мы живем в своем теле каждый день. Вот проснулся, ты живешь, даже ночью спишь, и то поворачиваешься. То есть мышцы работают каждый день. И чтобы эта машина, как я назвал Павлов, саморегулирующая машина от нашего организма, работала безупречно, за ней надо также каждый день следить. Какую гимнастику, в каком объеме, это второй вопрос. Я тело разделил на три этажа. У меня есть такая триада здоровья. Приседания, отжимания, упражнения на пресс. Их можно эти три упражнения делать каждый день, и все будет в порядке, в принципе. Но я хочу сказать, что заниматься надо каждый день. Вот в тренажерный зал ты можешь ходить постольку, поскольку ты можешь. желательно не менее трех раз в неделю. Это поддерживается мышечная память. И вообще, когда ты проснулся, сделал гимнастику, принял холодный душ или ванну, или там контрастный, в конце концов, закончив холодный, день начался хорошо. То есть ты себя уважаешь. А ты, представляете, проснулся, вялый, невыспавшийся, там какое-то тело помятое, кожа висит, настроения нет, сразу покушал, кофе, любом на работу, какая-то жизнь, какая-то, даже животные так и живут. Животные дети сидят в гимнастике, пьют, бегают, а потом только кушают. А человек вот так лоб устроен. Поэтому надо делать, конечно, каждый день, но интенсивно, все-таки тренажеры заменить трудно, на них легко дозировать нагрузку, они помогают сделать те движения, которые без тренажера ты сделать не сможешь. Например, подтягивания на перекладе, на турнике. Необходимо для того, чтобы у тебя был здоровый шейно-грудной отдел позвоночника. Но подтягиваться люди не умеют просто. Тело тяжелое, руки слабые. Тренажеры дают условия подтягивания, верхней тягой. И так далее, и так далее. Ты не можешь бегать за большое весом, но с помощью тренажеров ты сможешь, кардиотренажеры, ты можешь ходить в комнате. Тоже очень полезная аэробная нагрузка. Я вообще все упражнения делю на три основные типа. Это аэробная, ну бег, плавание, ходьба, велосипед. Дома сейчас только, если у вас есть дорожка. Приседания в большом количестве, если суставы, колени целые. Вторая часть это силовые, обязательно, чтобы мышцы не спадали, чтобы не обвисали, не атрофировали. От мышц зависит кровоснабжение. И растяжка, стретчинг, вот здесь йога идеальная. Вот такие три составляющие человек каждый день должен делать. В каком объеме, это уже другой вопрос. В нашем центре, в центре Бугановского, мы этому учим, и каждому пациенту, каждому нашему пациенту составляем личную, индивидуальную программу, учитывая его особенности и сопутствующие заболевания. То, чего, к сожалению, нет в фитнесе. Но фитнес для молодых. Еще вопрос. Бегать в неделю сколько раз можно? Или каждый день разрешаете тоже бегать? Ну вот сейчас я написал книгу «Офис на Пламптон». Вернее, офис без риска для здоровья. Да, да. Сейчас очень много молодых людей, севшие у компьютера, компьютера, переставшие двигаться, но у них еще все целенько. Ну, условно говоря, 24-44 года. Вот им, конечно, желательно бегать после рабочего дня и, ну, когда уже солнце спало, или рано утром, до работы. Я считаю, что 15-20 минут хорошего бега в хороших кроссовках вполне достаточно для кардионагрузки. Вполне достаточно. Не надо бегать 10 километров, 20. Это из нашей суставы, если особенно ты не делаешь упражнения. Но 15-20 минут хорошего, ну, такой активного бега позволяет поддерживать кардионагрузку. Но при условии, что у тебя нет плоскостопия, нет артрозов коленных и тазобедных суставов, и нет избыточного веса. С избыточным весом бегать нельзя. Нельзя худеть во время бега. Бегать надо только спортивным людям. Во всех остальных случаях ходить. Быстрая ходьба, вот сейчас очень хорошая ходьба, я ее знаю за 20 лет, скандинавская ходьба. С палками я сам люблю эту ходьбу. Она очень здорово сжигает жир лишний. Но надо идти быстро руками-ногами, а то люди ходят только ногами, а руками держат палки. Поэтому много. Спасибо. Какое упражнение помогает снять тревогу? Вопрос от наших зрителей. Тревогу помогает снять прежде всего ведро холодной воды на голову и все дома. Очень здорово снимает стресс. Очень здорово. А то, что боится холодной воды. Боится. Ну, что, боятся, значит, будут болеть простудными заболеваниями. И тревогу хорошо снимает любое упражнение. Лучше всего отжимания от пола, можно на коленях, но много раз. Допустим, 10 раз по 10. У тебя тревога первые 10 отжиманий, потом вторые 10, а на третьи 10 отжиманий, ты думаешь, как бы мне отжаться еще раз в 20? И вся тревога забывается. То есть, тревогу надо из тела изгонять. Но не какими-то медитациями, не какими-то там транквилизаторами, не дай бог, антидепрессантами, а именно упражнениями и холодной водой. Спасибо огромное. Я сделаю сейчас небольшую рекламную паузу. Для тех, кто к нам присоединился только недавно. Друзья, вы находитесь в прямом эфире. Сегодня Московский дом книги берет интервью у доктора наук, профессора, автора уникальной методики лечения позвоночника Сергей Бубновский на связи с нами, с вами. Поэтому, пожалуйста, активно задавайте вопросы. Мы постараемся на все, ну, на большинство ответить. И еще хочется сделать объявление тех, кто хочет приобрести книги. И вот новинка вышла в офис без риска для здоровья. Пожалуйста, находите в шапку нашего профиля. Там есть ссылочка на все книги с 15% скидкой. Наш интернет-магазин работает, поэтому заказывайте. И еще вам в подарок вот такой журнал «Читаем вместе» «Навигатор в мире книг». Возвращаемся к вопросам. Спрашивает, Сергей Михайлович, как можно попасть к вам на прием? Лично хотят пообщаться. Я телефончик даю. Первое. Вообще, я сейчас прием веду в эти тревожные дни. Ко мне можно записаться. Ну, не каждый день, конечно. Я работаю в центре три раза в неделю. И советую прийти ко мне. Сейчас я уделяю еще большое значение всем вспомогательным методам лечения. Отвечаю на много вопросов. Помимо боли в суставах и позвоночках, пожалуйста, запишите телефон нашего колл-центра. он звучит так. Две восьмерки. Сейчас я вот прямо даже напишу в сообщение. Секундочку. Девочки. 8 800 77 00 9 9 9 3 девятки, правильно? 3 девятки в конце. 8 800 2 семерки 2 0 3 9 10 Отлично. Вот, дорогие друзья, скидывал. Вот позвоните, и вам можно сейчас записаться ко мне. Советую, так как многие сейчас обездвижены, начинают болеть спина, суставы, и сейчас я вынужден не проводить свои большие группы, людей, семинары, и поэтому сейчас принимаю индивидуально. Поэтому с острыми болями, спине, суставы, пожалуйста, обращайтесь, не возбраняется. Мэр города не запрещает нам посещать медицинские клиники, у нас клиника медицинская, напоминаю, у нас медицинская лицензия, у нас все условия санитарные, так сказать, в силе, и в первый же день коронавируса, я сказал, что в центре Бубновского одни из самых лучших профилактических условий для того, чтобы не заболеть, это гипотермия, гипертермия, холодная вода и баня, это упражнения, которые мобилизуют приемпатическую систему, ну и сам персонал здоровый. Благодарим. Добрый день, холодная душа показана в любом возрасте, у меня 58 лет выраженных проблем нет, но появился характер хруст в шейном отделе, появился характерный хруст в шейном отделе. Спасибо за вопрос. Ну, первое, хруст – это уже дегидратация, обезвоженность, я хочу сказать, что мы еще мало пьем, мы сухие внутри, а вода нам нужна для всех обменных процессов. Человек, как сказали физиологи, в день выделяет два с половиной литра воды, это приблизительно десять стаканов воды в день. Но вода, не просто вода, чай, зеленый, чай с молоком, травяные чаи, это не кофе, правда. В кофе мало воды. Есть вода, но не в том объеме. Не хочу кофеманов пугать. Во-вторых, возраст, вот я так скажу, если у меня заболеет ребенок, или заболеют внуки, внучки, первое, что делает мама, и что делаю я, это ребенок обливается холодной водой при температуре до сорока градусов. Но это уходит три-четыре секунды. Вода действует на кожу, а не на сосуды. Никаких спазмов быть не может. Но благодаря тому, что холодная вода попала на голову, ну и на тело, соответственно, наша высшая нервная система, гипоталам, включает систему терморегуляции. То есть у нас идет активное, мгновенное усиление скорости кровотока. Я люблю слово кровотока, а не система кровообращения. То есть кровь бежит и согревает наше тело. Заморозится, простудиться невозможно. Но все болезни мгновенно уходят, и температура снижается на градус сразу, без таблеток. После этого можно, кстати, лезть в больницу, в кроватку сухую поспать, если температура высокая. И поэтому при высокой температуре, при любом гриппе, у меня в семье, и все мои пациенты это делают, 3-4 раза в день обольешься холодной водой или душем. Человек совершенно не подготовленный к моржеванию, закаливанию, вот сразу. И за день можно любую температуру убрать до нормы. За день. 3-4 погружения. Хотя очень неприятная, лихорадка, тело трясет, но последующая теплая постель, мгновенно восстанавливает микроциркуляцию в организме и устраняет все воспалительные заболевания. Поэтому, если не хочешь глотать лишних таблеток противовоспалительных, которые несут очень большое количество побочных явлений от аллергии до тромбообразования, то лучше облиться холодной водой, лезть в постель и попить чай. Чай с лимоном, с смородиной, с чимом, с малиной. Попотеть, сменить одежду и снова спать. Поэтому возраст тут ни при чем. Единственное, что, конечно, редчайший случай, я, может быть, два раза в жизни встречал, там, холодовая аллергия. Но и то она связана с психикой. Причем какое-то неверное представление о воде, холодной. И опять же, я говорю, не моржевание длительное. Чем моржевание пугает людей? Само влечение замечательное, но длительное находение в ледяной воде больше 25 секунд, оно, я считаю, что вредное. Это не я считаю, это наши физиологи считали. То есть, любой человек дотренировал, сразу же погружившись в холодную воду на 20 даже секунд в Ледовитом океане минус 2 градуса вода. Мои дети купались, когда были маленькие. Там была такая экспедиция на Северный полюс. И температура тела не падает ни на 1 градус. Представляете? Вот 36,6 ты находишься в ледяной купеле 20 секунд, но я говорю про 5 секунд. И у тебя температура тела даже не понесет. Насколько мощна у нас система организма? И холодная вода как раз тренирует систему кровотока и улучшает кровоток, и тем самым является великолепная профилактика атеросклероза, а значит гипертонической болезни, а значит профилактика инфаркта, миокарда и головных болей вместе с ними и инсульта. Так что имейте в виду, кто обливается холодной водой каждый день или принимает холодную ванну с головой 5-10 секунд, то у того наверняка не будет никакой серьезной патологии сосудов. Благодарю. Есть какие-то эффективные упражнения, чтобы уменьшить головную боль, которая возникает из-за усталости? Эффективные, вы говорите? Ну, конечно, я говорю, очень резкие, жесткие советы, они самые простые, но самые жесткие. Конечно, голова болит, это воспаление сосудов головного мозга, это снижение кровотока, сиденья, в частности, в этой книге офис без риска для здоровья. я знаю, я знаю, что у офисных сотрудников очень много постурального стресса, недолго сидят в одной позиции, у них голова не двигается, глаза направлены в монитор, и незаметно ухудшается кровоток сосудов головного мозга, ну, гипоксия, возникает недостаток сосудорода, и они не знают, что с ними, глотают таблетки, а потом состоят все хуже и хуже становятся, особенно, когда это молодые люди. Так вот, зайдите в ванну, откройте кран и засуньте голову под холодную струю воды на 5 секунд, чтобы падало семечки, обливалось. Потом возьмите сухое полотенце и промокните эту воду, и вы сразу почувствуете, что сразу стало легко. Вот неприятно, да. Я понимаю, девушки, вы мне говорят, это ты там бритая, тебе легко, а у нас еще волосы, но вы же спрашиваете, головная боль, которая тебе жизни не дает, и когда болит голова, тебе даже не до прически, не до косметики. Да, да, да. Это понятно, да? Да. Не все, мне не говорю, что на 100%, на 100%, но я не рекомендую всякие эти привычные 20 грамм коньяка, какое там винишко, это все обманка, обманка, помогает на 5 секунд, а потом еще хуже становится головная боль. Поэтому естественный усилитель кровотока в сосудах головного мозга, где нет мышц, это как раз внешний фактор, называется криотерапия, холодная вода. Лечение холодом, это сейчас одно из самых модных и современных лечений позвоночника суставов. можно делать локально на сустав, может быть, кто-то возьмет холодный компресс, приложит к задней части затылка, если вы боитесь принять холодную ванну, но в ответ на холод, усилить кровоток, уходят отеки и головная боль. Благодарим. У сына болезнь перпес, я надеюсь, правильно почитал. Какие посоветуете упражнения для ребенка? Сразу приходите в центр Бувновского, иначе вы потеряете сустав у ребенка. Я очень много консультирую этих детей, у них разрушается тазобедренный сустав, связанный с тем, что малым детям ставят псевдодиагноз вывихи бедра и назначают им всякого ронда ограничители на ноги, такие всякие лямки и так далее, какие-то ортопедические вещи. У них не работает нога и развивается некроз тазобедренный сустав. Но очень много мне привыносят детей таких, когда я не подтверждаю педиатрику или вовремя даю совет, вовремя даю советы, которые не даст, к сожалению, так получается ни один ортопед, ни один педиатр. Поэтому приведите ребенка ко мне лично, в конце концов, запишитесь, не пожалеете на это времени и денег, хотя деньги не такие страшные, обычные, средние деньги любой клиники доктора медицинских наук профессора, но вы получите огромное количество информации и программу для ребенка. Я вообще советую всем молодым родителям детей привезти на консультацию в центр Бубновского, чтобы мы поставили программу профилактики, сколиоза, плоскостопия, мышечной недостаточности. сейчас дети очень слабые растут, родители не знают, что с ними делать, большинство родителей, к сожалению. У меня в этом поде огромный опыт, я еще и педиатр, и микропедиатр. Замечательно. Дорогие друзья, сегодня обсуждаем новинку офис без риска для здоровья и вообще книги нашего гостя, сегодня Сергей Бубновский в гостях Московского Дома книги. Вопрос такой, скажите, пожалуйста, почему ваши упражнения лечат? Потому что именно упражнения снимают боли, острые боли. И у меня во многих книжах, как и в этой книге «Офис без риска для здоровья», я объясняю, что такое боль. Вот принято такое заблуждение, что зажат нерв, спазмирован нерв. Это ошибка физиологическая. Нервы не болят, нервы не зажимаются. Если травмируют нерв, возникает, наверное, паралич. Болят только мышцы, через которые проходят сосуды, артерии, нервы, лимфы. Если ты сделал какое-то неудачное движение, или ты дотренировал, и даже за спортивный человек сделал какое-то движение, возникает спазм. Спазм в спине, вот тебе, то, что мы с вами начали сегодня говорить о боли поясничном владении, спазм в колени, спазм в плече, в шее и так далее. Для этого мы проводим миофасциальную диагностику, диагностику мышц, связок и сухожилия, которые не подвластны ни МРТ, ни КТ, ни рентгену, потому что они не видят мышцы. Мышцы это вода на 60%, и эти лучи насквозь проходят. А именно мышцы болят. Болят только мышцы, это простая форма. А задача врача, который проводит эту диагностику, найти эти триггеры, болевые точки мышцы. И после этого мы делаем упражнение, которое растягивает эти болевые точки. Ну, стрейчинг, растяжка. И на декомпрессионном уровне. То есть мы должны сделать такие упражнения, чтобы они сняли осевую нагрузку с позвоночника, суставные поверхности, чтобы растянуть, чтобы заработали суставы, и включить мышцы. И когда мышцы начинают работать правильно, тут еще дыхание имеет огромное значение, восстанавливается кровоток, уходит спазм, уходит отек, уходит воспаление, уходит боль. Поэтому все упражнения снимают боль. Они лечат. И это называется кинези-терапия. Это одно из самых древних, на самом деле, медицинских направлений. Раньше это во времена римлян и спарты назывались лечебной гимнастикой, лечебные упражнения. У нас потихонечку она как-то загасла в период 20 века. Они себя назвали ЛПК, лечебно-физическая культура. Мне непонятно терминологию до сих пор. Я вот физическая культура понимаю, лечебная я не понимаю. А вот кинези-терапия это международный термин, который принят в Восточной Европе. Именно кинези-терапия. У нас все пытаются кинезо-терапия. Ну, это игра с лоб, на самом деле. Кинези-это движение, терапия, лечение. То есть лечение движения, если грубо. Да. Но не просто лечение движения, а с помощью движения мы снимаем отеки и восстанавливаем трофику, питание. Потому что все болезни позвоночных суставов относятся к дистрофическим. Дистрофия это голодные суставы, голодные позвонки. И когда с помощью упражнения мы вылечим, накормим эти суставы, уберем спазмы, уходит боль и восстанавливается. Главное, зачем приходит наш пациент, восстановление полноценной трудоспособности. Никогда не волнует вес, талия, бицепс, трисепс, меня как-то не волнует. Мы их больны, не трогаем. Процентов 85. Но каждый хочет жить в 60, 80, 90, 100 лет без боли в спине и в суставах. Согласны? Да-да-да. Конечно. А таблетки, блокады, массажи это не лечит. Они могут помогать на каком-то этапе, в какой-то степени. Я таблеток не назначаю никаких вообще. Потому что в природе человека есть все, в организме человека есть все лекарства, просто им надо эти ресурсы правильно воспользоваться. этому посвящены все мои книги. И вот в книге «Офис без риска для здоровья» вы найдете очень много упражнений, которые я рекомендую делать за столом. Ты говоришь, мне некогда ходить в тренажерный зал. «У меня там семья дети, после работы бегу, по 8 часов по 12 часов сижу за столом. Я придумал гимнастику за столом, незаметная гимнастика, раз в час, пять минут уделяешь ей внимание, и твой рабочий день проходит незаметно. И ты встаешь после рабочих и бежишь домой, не ползешь, не перебираешь ногами, а именно идешь весело, легко. Но это требует определенной самоорганизации. И вот как раз эти упражнения и являются лучшей профилактикой боли в спине, в суставах у людей, которые находятся много в офисе, сидят. Это и самая страшная нагрузка сидения в одной точке, на одном месте. Самый, называется, европатологи называли, я уже сегодня называл это слово постуральный стресс. То есть ты сидишь, организм использует и ощущает огромный стресс, то есть огромную нагрузку физическую, а потом еще и психологическую на этот, на твой образ жизни. А ты должен сидеть, это твоя работа. Только чтобы работа не разрушала тебя. Кстати, эта книга в общем-то для молодых я хочу сказать, вот обратить внимание на этот феномен, который сейчас возник. Многие говорят, вот накоплю денег, старостью займусь здоровьем. Вот пришла старость, здоровья нет, есть вирус. И крындык. Поэтому делайте гимнафику сейчас, сегодня, не копите деньги на старость, копите здоровье на старость, чтобы в старость войти в пенсию. С здоровьем, с хорошими суставами, с хорошим настроением. И тогда вам все ни по чем. То здоровые люди, это еще во времена Мещикова, Поха, Паштера говорили, что здоровые люди не подлежат вирусной атаке. Организм сам справляется с любым вирусом. Друзья, не откладывайте на завтра, заходите прям сразу к нам в инстаграм Московского дома книги, там шапки профиля есть ссылка на все книги нашего гостя. Сегодня Сергей Бугновский, обсуждаем новую книгу и также обсуждаем, как повысить иммунитет и какие упражнения лучше всего делать дома. Так, вопросы. Можно приседать, если есть остеофиты в коленях? Ну, вы знаете, моя практика показывает, что то, что пишет рентгенолог, надо пропускать через большое сито. Остеофиты часто пишутся в рентгенологическом заключении, но они не мешают суставу сгибаться, разгибаться. Ну, я имею в виду коленный сустав. Это как бы тоже своего рода остеохондроза суставов, то есть суставы как бы обрастают солями. Знаете слово? Отложили соли. Раньше такой термин и сейчас используется. Так вот, эти остеофиты, они никогда не растут внутрь суставной поверхности. Ну, сустав может быть такой крупный, но если сустав сгибается, разгибается полностью, то приседать, несмотря на остеофиты, можно. Далее, мазь артрофант. Что можете сказать о ней? Можно ли помочь больной спине и хондрозу? Ну, это, конечно, плацебо, это бизнес, никакого лечебного действия нет, отвлекающие, видимо, есть. И испокон веков, уже сто лет, грамотные физиологи и кинезиотерапевты писали, что суставы и позвоночника лечатся только упражнениями. Конечно, когда ты уже потерял сустав, вопрос идет об эндопротезировании, но, тем не менее, никаких этих мазей нет. И я на своем сайте не рекламирую никаких мазей, никаких пластырей. Это под меня кто-то работает. мошенников сейчас очень много, вы знаете, они на всех более-менее известных людей как-то уже пиратски их используют. Со мной я даже видел интервью какие-то, интервью которых я не давал, где я рекомендую какие-то там мази. Ну, поймите одну простую вещь, что сустав любой, это мышцы, связки и суставная щель, суставная жидкость. Ну, как можно мышцы, связки вылечить мази? Если они должны сокращаться, расслабляться, то есть делать упражнения. Ну, как? Это настолько мошенничество со стороны фармкомпании, которая предлагает всякие мази для спины, для суставов. Эту рекламу идиотскую вижу каждый день по телевизору. Бабушка помазала колени сустава, стала прыгать и бегать. Ну, покажите эту бабушку, я посмотрю, захочет ли она бегать. Другое дело, что если у вас заменили сустав эндопротезирования, срочно к нам, потому что сегодня эта реабилитация после эндопротезирования, ну, практически центр не владеет, хотя пытается. Вот сегодня пришла женщина, великолепно сделала хирургии замену сустава, такая, возраст где-то 75 лет, положили в одну, не буду сгущать краски, в одну клинику, бесплатно реабилитацией занималась, какая-то физиотерапия, мази, нога опухла, как бревно стало, колено еще заболело, она плачет, что такое, я по сути виноват, когда сказал, иди меняй сустав, она сустав поменял, но я говорю всегда, на реабилитацию, сразу на костылях, в центр волновской, и мы тебя за неделю, за две, ну, она сегодня еле приползла ко мне, нога отекшая, все болит, я ее потрогал, покрутил, повертел, она на него покричала, встала, я говорю, давай костылей, взяла костыль, я без костылей пошла, сразу, она у нас, правда, провела уже два сеанса, я, кстати, сейчас показываю новую версию своих программы правил движения, которые были по второму каналу, сейчас в ютюбе, в Удовский лайф называется программа, смотрите, там много интересных, я показываю, возможностей организма, которые мы обладаем, но не знаем, что они есть, вот, кстати, на этой передаче у меня были группа зрителей, которые после программы, а там все же в натуральном, я работаю сразу, пришел больной, я стал работать, с любой патологией, какой-то, плечо, колено, спина, я не могу, Сергей Михайлович, а мы думали, что вы с артистами работаете, вот, вот, весь артистизм, поэтому верьте моим программам, смотрите, я там много в ютюбе, в своем Бубновский.ру показываю, всяких советов, полистайте, посмотрите, там про все найдете, про локти, колени, спина, головная боль, там про холод, голод, питание, могу говорить обо всем, я этим занимаюсь около 40 лет. Спасибо. Длинные волосы, куда деть, это про что? Я к тому говорю, что женщина говорит, вам хорошо обливаться холодной водой, смахнул ладонью и все, а у нас волосы длинные. Ну, вытирай, ну что делать, фен есть, полотенце, гимнастику для кожи, головы сделать, тоже неплохо. Ну, здесь, нам неудобно, прически туда-сюда, я говорю, ну, это, я же говорю, рано утром, когда у тебя есть время еще прическу сделать, после, ну, душ-то все принимают, наверняка, и вечером перед сном, когда уже прически не надо, забудьте. Это в течение дня, конечно, сложнее, поэтому, там, где не можешь голову засунуть в кран, для снятия головной боли, ну, возьми лед, компрессор, приложи к затылку, через какое-то время станет легче. Здорово. При хроническом бронхите, спрашивают, можно ли обливаться? Нужно. Нужно. Мало того, что серьезный хронический бронхит, я прошел несколько дакаров, ну, есть такая гонка, Фариж-Дакар, автогонка по бездорожью, в ней участвует наша группа машин КамАЗ-Мастер, это езда по Сахаре, ну, изначально было, в тяжелейших условиях, жары, 54 градуса, я прошел 4 таких гонки, 3 в Сахаре, 1 в, это самое, в Латинской Америке, и для меня страдание было, прежде всего, то, что жара, и кондиционер, я получил, так называемую, ну, в то время, болезнь кондиционера, ой, болезнь, как называется, легионера, да, вот, и я приезжал в Москву, представляете, из 54, это была гонка зимой, длится, Новый год, и попадало там, минус 30, и меня хронический бронхит разрывал, мои буквально бронхи, легкие, не так, что мало не покажется, и вот я каждый день, по 2-3 раза в день, принимал холодную ванну, или душ, и постепенно, за месяц, или два, а иногда три месяца, я с этим бронхитом научился работать, в конце концов, от этой болезни легионера, я избавился навсегда, то есть как, ну просто надо понимать, что такое бронхит, я сейчас с этому пишу немножко книжку, надо понимать, что бронхит, воспаление бронхов, когда плохо идет кондиционирование воздуха, дыхательные пути, и отекают они, и вот холодная вода как раз снимает отеки, усиливает выделение, вот этот кашель, который является, только не сухой кашель, а влажный, надо добиться влажного кашля, чтобы он выхаркивал себя, выплевывал всю эту воспалительную слизь, и не боясь, что там что-то там разладится, я принимал холодную ванну, холодный душ, и с тех пор я избавился и от бронхита хронического, который у меня за 4 года был каждый год, и единственное добра стерпения, потому что каждый норовит тебе дать какой-нибудь антибиотик, поэтому, ну если уж совсем влажный кашля, может какие-то там растворы от харки ущипеть, но главное, чтобы вывести вот это все слизь из бронхи, бронхи должны как трубы пропускать воздух в легкие, чтобы легкие получали необходимое количество атмосферного воздуха и выводили СО2, поэтому холодная вода при бронхите обязательно правило по моей концепции, я ее не навязываю, но знаю многих хоблов, это хроническая обструктивная болезнь легких, которая начинала с бронхита, закончила бронхиальную астму, и ко мне люди приходят с бронхиальной астмой, я обязательно холодная вода, упражнения и дыхание ставим, и тогда у них резко уходит и бронхиальная астма, я, правда, не отвечаю за тех, кто уже сидит глубоко на гормональной терапии, с ними уже тяжело, и то скорее психологически, а не физиологически. Вопрос был и у нас в чате, какая температура должна быть в холодной воде? Ну, самый простой ответ, синяя кнопочка на смесителе. То есть, прям до конца и... То есть, до конца и... Причем, я предупреждаю, что если вы будете какую-то промежуточную температуру делать, вот тогда вы можете получить бронхит, и даже пневмонию. Вот что. Иммунная система работает на сильные внешние раздражители, и организм выбрасывает так называемые хит-шоковские протеины, протеины теплового шока. То есть, в ответ на холодную воду организм мобилизуется, выбрасывает гормоны, которые как раз убирают все воспалительные, но это свои гормоны личные, которые убирают воспаление я. А на прохладную можешь не среагировать, и ты можешь получить переохлаждение. То есть, переохлаждение можешь получить при температуре воды 16 градусов, и не получишь, когда температура, допустим, плюс 4. Но в крайнем у нас, в артезианской скважине плюс 4. В городе, в Москве, температура где-то 8-10 градусов. Плюс. Температура тела 36,6. Плюс. Плюс на плюс, да это плюс. А прохладная вода может очень серьезно помешать. Ну, то есть, вот как лучше, из душа себя поливать там 5 секундочек, или набрать в тазик воду и облить себя... Ну, во-первых, из душа, я хочу сказать, 5 секунд не получится. Я вам говорю, если ты принимаешь холодный душ, то, что уже мазохист. Это серьезное испытание. Пока эта струя водички из этого шаламка тебя обольет, сверху дониза пройдет, как минимум секунд 15. Крика и рево можно. Ванна холодная. Ну, ты проснулся, включил ванну, синию кнопочку. Пока чистишь зубы, умываешься, четверть ванны на лес, залез, вылез. А ведро это уже скорее для улицы. Хорошо, потому что она брызгает во все стороны от плечевого и от головы и плеч. И поэтому до поясницы, до ног не доходит. Поэтому холодное ведро воды это хорошо в бане после парилки или на улице в деревне у колодца для снятия головной боли и общего тонуса. А для поясницы, для ног ведра не хватает. И тазика тем более. Потом его надо поднять, медленно вылить. Это знаете, какое оно за мужество. От холодного вода скорее. Ха, залез, вылез, нырнул, все. Отлично. Поэтому если ты можешь холодную душу принять, то ванну... Ну, попробуй ванну один раз. И все. Один раз не испугайся. Заядь в холодную ванну, и ты на всю жизнь избавишься от страха перед холодной водой. Или всю жизнь бойся холодной воды и принимай таблетки противоспалив. Что лучше. Спасибо. А можно ли заниматься у вас в центре, если у человека онкология? Ну, как сказать, можно. Какая форма? Обычно к нам онкологи посылают на реабилитацию. После химиотерапии, после лучевой терапии, после операции. И мы работаем с этим пациентами очень даже успешно. Не давая развитию метастазирования. Но это надо понимать, что мы... Есть такой золотой стандарт в восстановительной терапии. Неиспользование скелетной мускулатуры ухудшает состояние всех органов и систем. То есть, если у тебя что-то болит, и тебе запрещают делать упражнения, тебе запрещают жить. Вопрос, какие упражнения? Сколько упражнений? В каком количестве? Учитывая то состояние, сердечно-сосудистую систему и так далее, это уже решает специалист по современной кинестерапии. Понятно, да? То есть, у нас особенно очень много больных после онкологии оперативной, когда что-то удалили. И мощнейшая профилактика доброкачественного пухоли. Ну, это укус мастопатия. Есть? Давай приходи к нам, пока не развился рак молочной железы. Мы сделаем все, чтобы его не состоялось. Миома маски. Мы делаем это без операции. Но на это уходит в срок. Ну, не меньше там полугода работы. Женщина пришла ко мне, с кулак была опухоль, там, 12 сантиметров. Только удалять. А удалишь матку, значит, получишь проблему с сердцем. Еще не известно, что лучше. Она набралась терпения. Я попросил, не попросил, убедил бросить курить. Она бросила курить, стала заниматься, обливаться холодной водой. И где-то через полгода, нет, за два года полностью очистилась у нее матка. Она похудела, правда, еще килограмм 115. Но это тоже плохо. Здорово. Если ребенок ходит на цыпочках, ему уже 6 лет, что делать? Какая причина, на Ваш взгляд? Ну, причина – мышечная недостаточность икроножных мышц, треуглавых мышц голени и стопы. Приводите к нам, мы поможем восстановить эластичность мышц ноги, и ребенок начнет ходить нормально. Здесь без нашей помощи не обойдется. Вот опять про обливание спрашивают, можно ли кормящим? Ну, мои все женщины, это там, жена, дочки, принимали холодную воду до последнего дня беременности. И сразу после родов, как приходили домой, ребенка обливали, и себя. Это обязательно. Кормящий, это не помешает. Обычай, холодная вода и кормящий. Какую-то заразу холодной водой в молочную железу ты же умываешься. В любом случае кормяешь, не кормяешься, принимаешь душ, моешься, не боишься. Поэтому холодная вода меньше всего может повредить. И нужно, и поскорее и фигура восстановится, и кожа восстановится, кожа подтянется, потому что холодная вода является одним из лучших косметических корректирующих средств. Люди, которые регулярно принимают холодную воду, у них и не нужно много косметики, и кожа тугая, еще если занимаются упражнением, можно прекрасно выглядеть в 50, в 60 и в 70. У меня есть моя коллега, ей 81 год, она до сих пор делает гимнастику во всех сторон, так махахатывает, делает йогу. Такая забавная. Так что, ну, с годами кожа, конечно, немножко отвисает, потому что ничего не поделаешь, но лучше, чтобы под такой кожей была хорошая мышечная система, тогда все в порядке. Но холодная вода улучшает тонус лица, мышц, шеи, живота, спины, поэтому, женщины, зря вы себя лишаете такого бесплатного косметического средства. Я прекрасно знаю, сколько стоят косметические процедуры в салонах, которые сейчас, к сожалению, закрыты. Думаю, многие страдают от этого. Как раз в самоизоляции можно, друзья, омолодиться, это первое, оздоровиться, второе. И у нас был вопрос, где же купить книги? Дорогие друзья, на связи сегодня Московский дом книги. Это легендарный книжный магазин. У нас интернет-магазин работает. Пожалуйста, заходите в наш профиль, в шапке профиля есть ссылочка на все книги сегодняшнего нашего гостя Сергея Бубновского. На связи доктор наук, профессор, автор уникальной методики лечения позвоночника. У нас осталось совсем мало времени. Я смотрю, буквально 2-3 минутки у нас, потому что Инстаграм ограничил эфир, всего лишь час есть. Поэтому давайте последний вопрос и будем, к сожалению, прощаться. Так, давайте такой вопрос. Можно делать упражнение на растяжку при смещении позвоночника в поясничном отделе? Месяц лечения и боль осталась? Можно. Мещение позвоночника это страшилка врачебная. Но придите к нам на консультацию, мы поможем. Кстати, напоминаю про консультацию 8-800-77-00-99-99-99-99. 8-800-77-00-99-99. Приходите ко мне на консультацию, я сейчас принимаю. И если я не приму, вас примет другой наш врач, покажет вам все, что делал в самоизоляции, чтобы время даром не пропадало. Вы абсолютно правы. Сейчас как раз есть время заняться собой наконец-то после рутины. Но надо все делать правильно. Поэтому сначала вопрос, ответ специалиста, а потом уже самостийные занятия в комнате или в квартире. Да. И вот еще такой вопросик. В Кемерово лицензионный центр в Упновске? Лицензионный. Спасибо большое. Ну и мой традиционный вопрос. Какие планы на будущее у вас в ближайшее будущее? Для вас я могу сказать, что сейчас готовится книга «Семь этажей здоровья». Затем я обновлю книгу про долголетие. И пишу книгу как раз посвященную нашим нынешним текущим вот этим проблемам. Как к ним правильно относиться. Так что читаете, выписываете. На каждую тему у меня есть название прям книги. Головные боли так есть головные боли. Плечо плечо, колено колено. Легко сориентируйтесь. Информация, которую вы почерпнете из моих книг, она с моей точки зрения бесценна. Напоминаю, что 27 лет жизни я ходил на костылях. Сейчас полноценно занимаюсь здоровьем. Поэтому опыт эмпирический бесценен от человека, который еще обладает необходимыми образовательными системами. Спасибо вам огромное, дорогие друзья. Вы просто активны сегодня. Благодарим за вопросы. К сожалению, не на все смогли ответить. Все-таки вас много. Эфир у нас небольшой, всего лишь час. Что же, до новых встреч. Приходите к нам в магазин, дорогие друзья. Те, кто в других городах заходите в интернет-магазин, заказывайте книги. Сергей Михайлович, я желаю вам здоровья, крепкого, дальнейших успехов в работе и оздоравливайте нас. Спасибо большое за вопросы, за то, что вы встретились со мной. Рад буду вас видеть у себя и в вашем магазине. Всегда люблю приходить и встречаться с читателями. До свидания. Всего доброго. Всем здоровья.